здравствуйте сегодня хочу с вами обсудить машинки для фейда в россии фактически машинками для фейда торгуют только вол есть еще конечно машинки эндис но они не получили широкого распространения то есть как правило в барбершопах работает для фейда одной из этих трех машинок это классические проводные модели magic clip либо джент и аккумуляторная сетевая машинка беспроводная машинка полный джи клип корр из ну отличие во первых отличие это конечно же наличие либо отсутствие провода есть ярые приверженцы работы с проводом якобы машинка это мощнее но не тут то было мотор проводной машинки magic clip в россии в 5000 в сша выпускаются эти же машинки с мотором в 9000 таким же как в легенде легенда и в сша и в европе выпускаются у нас с мотором вол в 9000 отличиях моторов по 5000 в 9000 я уже рассказывал в одном из видео вы можете полюбопытствовать разница там не очень-то и велика поэтому ориентируясь на мотор выбирать эти машинки смысла нет в принципе характеристики потребительские у меня будут одинаковые мощность примерно одинаковая чистота работы двигателя одинаковая масса размеры корпуса одинаково то здесь больше визуальное оформление и комплектность отличается в беспроводных машинках вол используется как и в подавляющем большинстве машинок других производителей роторные моторы исключение составляют только машинки panasonic у некоторых из которых имеются в аккумуляторных машинках линейный мотор так если мы видим аккумулятор значит там роторный мотор мощность потребляемая везде 10 ватт да но 10 ватт самого слабого индукционного мотора и 10 ватт самого эффективного роторного мотора это как говорится две большие разницы данная машинка легко справляется с любым волосом влажным там мокрым грязным не дай бог она переживет все что угодно эти машинки будут буксовать в густом либо мокром волосе хорошо не так первое отличие это мощность двигателя 2 послабее 1 гораздо мощнее второе отличие это комплект насадок magic clip самая дорогая машинка поэтому она комплектуется стандартными балловскими насадками пластиковый с пластиковой защелочкой 8 штук полтора три четыре с половиной 6 10 и так далее миллиметров давайте вскроем упаковочку просто посмотрим как она защелкивается насадки довольно простые стандартные применяется у давно минусы у них такие же как у любых других пластиковых насадок со временем они разбалтываются и начинает сидеть не так плотно что-то защелка может слетать поэтому на более дорогих моделях на легенде и на беспроводном magic липе вол использует насадки ровно тех же номеров но немножко улучшены совсем чуть-чуть их изменили добавили стальную застежку и поменяли материал пластика и теперь они называются премиум насадки выглядят они практически так же только застежка из металла это застежка меньше разбалтывается со временем соответственно в теории такие насадки должны служить дольше но и кроме того они имеют более скругленный дизайн поэтому меньше царапают кожу выполнены из другого более прочного пластика тем не менее само собой как любой пластик эти насадочки тоже могут ломаться хорошо комплектация но отлично хотите берите с премиальными насадками хотите не переплачивайте берите с обычными насадками выяснили мы про мощность до что проводные машинки годятся только для того чтобы именно фейдить аккумуляторная в принципе и можно было бы даже и стричь если бы не тонкий нож и так все три машинки комплектуются схожими на первый взгляд ножами но тем не менее есть отличие и так первый конечно же рассматриваем нож magic липа проводно поскольку это первый исторический нож скажем так появился он раньше остальных от стандартного супер таперовского ножа отличается тем что здесь более пологий угол да и нет гармошки так называемого да нет этих ребер которые облегчают скольжение но тем не менее дают более крутой угол атаки верхний нож в общем-то абсолютно обычный и для супер тапера для magic липа он одинаковый у легенды нож точно такой же но у него увеличили ход то есть вот этот ход стал немножко длиннее на какие-то там доли миллиметра я даже не знаю если приложить мы увидим разницу да то есть где-то на миллиметр или меньше стал ход длиннее насколько это полезно но честно говоря большинство барберов обычно работает только на двух положениях ножа полностью открытый и полностью закрытый нож поэтому ну под сомнением это нововведение ну и наконец нож magic липа беспроводного здесь они анонсировали очередной прорыв что якобы инновации 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 заключается в том что здесь зубчиков стало вдвое больше но половина зубчиков нормальной длины половина укорочены якобы это при сохранении скорости стрижки уменьшает количество антен на практике никаких отличий от стандартных ножей качестве среза замечено не было ну и честно говоря сейчас уже анонсирована новая машинка пол это беспроводной сеньор и там от этого ножа успешно отказались и вернули на эту самую новую самую модную самую долгожданную машинку нож от обычного magic clip соответственно заморачиваться на разницу в ножей я вам не советую да и получается сухом остатке мы имеем всего три отличия первое отличие это наличие либо отсутствие провода второе отличие это комплектация насадками до magic clip насадки более простые легенда и magic лип беспроводной насадки премиальные ну и наконец третье отличие самое существенное это мощность здесь стоят слабые индукционные моторы здесь стоит более мощный роторный мотор поэтому конечно же если деньги позволяют лучше сразу взять magic лип корр если хочется сэкономить и у вас уже есть машинка для массы то можно взять одну из индукционных машинок уж какая вам больше понравится что легенда что волк будут видеть примерно одинаково что ж на этом пожалуй все будут вопросы спрашивайте подписывайтесь на наш youtube-канал енот по стригун добавляйтесь в нашу группу вконтакте но после его пишите мне вконтакте на сегодня все пока пока